Всех рад приветствовать на своём ютуб канале Сега Забыса. Как вы уже поняли из описания видео, мы с вами рассмотрим все плюсы и минусы одного из персонажей игры Warframe, это персонаж Вуконг. Если посмотреть, описание этого персонажа это царь обезьян, так что не удивляйтесь, если в игре такого персонажа будут называть обезьяной, даже больше скажу. Этот персонаж был взят из книги Путешествия на Запад, только звали его там Сунь Вуконг. А также есть фильм Путешествие на Запад Демоны. Скажу честно, фильм не видел, но всё-таки, наверное, нужно это исправить и посмотреть. Ну а если кто-то смотрел этот фильм, напишите свои мнения в комментариях, как вам фильм интересный, стоит ли вообще его смотреть. Итак, а как же получить этого персонажа? А получить его, ну просто, ну прям очень просто. Чертёж и компоненты можно скопировать в лаборатории Тэна в Дадзё Клана. После соответствующего исследования, стоимость копирования основного чертежа будет стоить вам каких-то 35 тысяч кредитов, а компонент в 15. Таким образом, полное копирование будет стоить вам каких-то 80 тысяч кредитов. Ну а чем же хорош этот фарфрейм, спросите вы? На самом деле, Вуконг специализируется на ближнем бою, обладающем уникальным посохом с широким радиусом атаки. Вуконг может создавать своего двойника, временно становиться бессмертным, а также превращаться в облако, делающие его невидимым и позволяющему левитировать в любом направлении. Ну что, начнем с пассивных способностей. Пассивная способность позволяет Вуконгу автоматически использовать одну из своих техник выживания тогда, когда он получает смертельный урон от противника. Эти техники могут быть активированы лишь 3 раза за миссию. Пассивная способность Вуконга дает доступ к 5 техникам выживания. Итак, первое. Первобытные силы. Трехкратный элементарный урон в течение 60 секунд. Второе. Небесный валь. Невидимость в течение 30 секунд. Третье. Космическая броня. Неудимая в течение 30 секунд. Четвертое. Удача обезьяны. Дополнительная добыча в течение 60 секунд. Ну и последнее, пятое. Коварная алхимия. Сферы в 4 раза эффективнее в течение 60 секунд. А теперь разберем активные способности. Первая способность называется Небесный Близнец. Вукон создает двойника, который сражается на вашей стороне. Если Вукон сражается в ближнем бою, то двойник будет использовать последнее основное или вторичное оружие, экипированное до переключения. Чтобы Близнеца убрать, нужно всего лишь зажать первую способность. Двойник обладает повышенным здоровьем и может существовать бесконечно, пока его не убьют. Повторное нажатие способности, а даст приказ атаковать цель с повышенным уроном. Вторая способность называется Идущий среди облаков. Вукон скрывается среди туманов, получая невидимость. В этой форме Вукон двигается с повышенной скоростью в любом направлении. Во время перемещения в тумане, Вукон в его Близнец неизмимов к урону и эффектам статуса, а также восстанавливает свое здоровье. Враги, находящиеся на определенном расстоянии, оглушаются на 2 секунды. Способность можно отменить повторно нажатием клавиши активации или атакуя. Но вы спросите, какое количество здоровья он восстановит? Это в принципе зависит от силы способностей. Время действия облака также зависит от длительности способностей. Расстояние, на котором оглушаются противники, зависит от радиуса способностей. Продолжительность оглушения вообще никак не зависит от модов. Оглушенные противники открываются для добивания. Убийство оглушенного врага, не заметившего Вуконга, увеличивает счетчик скрытных убийств. Способность не восстанавливает здоровье стражей, но может лечить прочих компаньонов. Скорость передвижения в облаке зависит от скорости, в котором движется Вукон в момент активации способностей. Например, скорость передвижения в облаке будет выше при активации способности в спринте, чем при обычном беге или движении. Находясь в облаке, Вуконг также может проходить через вражеские сенсоры, лазерные барьеры, камеры, оставаясь просто незамеченным. Это нам говорит о том, что миссия шпионажа для нас становится просто пушинкой. Вуконг не может использовать способности, боевые маневры и взаимодействовать с окружением. Например, взламывать терминалы, находясь в тумане. И плавно переходим к третьей способности, которая называется Отрицание. Вуконг, его двойник, становится неуязвимым, отрицая урон противника. Весь урон поглощается и может быть выпущен единственным яростным ударом посоха Вуконга. После удара накладывается бонусная броня, пропорциональная поглощенному урону. Но важно, при этом бонусная броня может быть максимальной полторы тысячи. Ну а последняя способность называется Первобытная Ярость. Вуконда стоит свое уникальное оружие, железный посох, вместо экипированного оружия ближнего боя. Железный посох наносит определенный урон. Урон железного посоха зависит от ауры способностей Вуконга, накопленного счетчика комбо, ауры стальной натиск и установленных в железный посох модов. Радиус атаки составляет всего 4 метра. На этом все, спасибо за просмотр, это был обзор на Вуконга. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok